С кем не поговорив, все в России замерли в ожидании. Все ожидают что-то. Тот ожидает выборов Соединенных Штатов, тот окончание специальной военной операции. Весной 2022 года, тоже многие мои знакомые, ждали окончания специальной военной операции. В день, когда я снимаю это видео, идет 951-й день с начала специальной военной операции. Просто осознайте. Для того, чтобы вам легче было осознать, это примерно как январь 1944 года. В этот момент уже в конце января 1944 года освобождали Западную Украину и освобождали Крым. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что вот в этом ожидании можно провести так всю оставшуюся жизнь. Ожидать чего-то. То есть удивительное дело заключается в том, что люди все время замирают в ожидании чего-то, что что-то будет лучше или что-то будет хуже. Только один вопрос. А в жизни сегодняшней-то что-то вы делаете? Чем-то это вас сопровождается? Почему? Потому что ситуация заключается в том, что так можно прожить и всю оставшуюся жизнь в ожидании. Давайте опять же проведем аналогию. 2020 год очень похож на 2024 год, что вы все ожидаете окончания выборов в Соединенных Штатах Америки. Тогда был ковид, сейчас операция Израиля против Ливана. Все то же самое. Мир бурлит, куда-то несется. Но только один вопрос. В вашей-то жизни что меняется? Вот давайте мы об этом сегодня в этом ролике-то и поговорим. А что в вашей жизни меняется? И стоит ли ожидать чего-то? Потому что сейчас просто такое впечатление, что наступил финансовый паралич. Поехали. Есть ли смысл вообще чего-то ожидать? И сидеть в ожидании какого-то чуда? Если мы обратимся к исследованию когнитивной экономики, то, в общем-то, по большому счету, мы все время находимся в каких-то когнитивных ловушках. Мы все время ждем, что вот что-то пройдет и будет лучше. Или вот что-то пройдет, и уж тогда будет хуже. Например, недавно я разговаривал с супругой и говорил, давай уже бронировать, соответственно, отель на зиму. На что она сказала, ты посмотри, что в Израиле творится, ты посмотри, что творится в мире. Давай немножко подождем. На что я сказал, Тамара, вот худшее состояние того, что сейчас происходит в мире, это ядерная война. Тогда нам не будет ни тепло, ни холодно от того, что нам не вернули деньги за какой-то отель. Давайте расскажу интересный кейс. На лето 2020 года я должен был поехать в Хорватию и забронировал отель. И потерял там порядка 500 евро. И хорваты мне эти деньги не вернули, сославшись на то, что форс-мажор, ковид и все остальное. Если мы будем считать все вот эти наши ошибки и потери, то мы сойдем с ума. И основная проблема сегодня у большинства населения только в том, что оно начинает сходить с ума, потому что оно все время чего-то ожидает, и в конечном итоге ожидает чего-то плохого. И в этом ожидании чего-то плохого мы находимся, по-моему, уже 4 года, и пошел пятый. Как мы уже переживаем всегда, что-то случится. Например, когда сейчас кто-то из знакомых говорит, что у него случился ковид, то по какой-то причине мы все остальные говорим, ну, ковид и ковид. А 4 года назад мы произносили это с каким-то вот таким вот сакральным смыслом. То есть ситуация заключается в том, что мы люди, животные адаптивные, и, казалось бы, должны адаптироваться к определенным событиям. Сейчас ситуация такова, что, в принципе, по большому счету, любой исход для наших финансовых накоплений, он будет не очень хорошим. Так чего мы ожидаем? Ожидать нужно того, что вы можете и способны сделать сейчас сами. Об этом говорил Виктор Франкл. Виктор Франкл, напоминаю, провел долгие годы заключения в Освенциме. И, по большому счету, выжил там и помогал очень многим выживать в Освенциме. Что он говорил? Нужно занимать себя какими-то процессами ежедневно, а не в параличе, как вот эта овца, вот так вот, лапками кверху, лежать и замирать, и ожидать чего-то худшего. В США водитель фургона задел ограждение, и у кост стоящих рядом из-за стресса случился временный паралич мышц. И они все разом рухнули на землю от страха. Почему? Потому что ситуация заключается в том, что позиция подожду, она всегда может обернуться для вас боком. Почему? Потому что мы никогда не угадаем с вами исход событий. Каких бы аналитиков мы с вами сейчас не считали, никто из них не угадает исход событий. Например, меня обвиняют в том, что я говорил, что ставка будет ключевая осенью ближе к 12%, а она улетела за 20%. Конечно же, говорил, я исходил из определенных предположений, что в логике развития государства и бизнеса ставка ключевая зло, высокая. Но по большому счету, опять же, слушать меня, и как вы слушаете это сейчас, это такой достаточно большой жирный знак вопроса полагаться на мое мнение. Я лишь говорю о том, что я перестал чего-то ждать. То есть я перестал чего-то ждать завтра, послезавтра, а делаю это то, что должно делать сегодня. То есть вот мне нужно сегодня будет читать курс, и я его буду читать. Вот мне нужно дописывать новую книгу по управлению агентством недвижимости, я сяду сегодня и буду ее дописывать. Я рад сообщить, что наконец-то появились на наших магазинах в Азоне книги «Бетонное казино 2.0» и «Бука 2.0». И это не просто издание, которое мы чуть-чуть подрихтовали и повесили шильдик 2.0. Мы принципиально пересмотрели многие главы и учли то, что вы нам писали в отзывах на первую версию каждой из книг. Например, в 21 главе мы очень четко теперь разбираем по правилам, как выбирать себе оптимальную планировку недвижимости, что нужно учесть, на каких жизненных циклах семьи, какая недвижимость вам подходит. Поэтому вот эта книжка, она подходит больше тем, кто покупает недвижимость для себя. Ну и для профессионалов, которые только начинают первые шаги на рынке недвижимости, для тех, кто проходит стажерские курсы в агентстве недвижимости, это будет полезным изданием. А вот «Бука 2.0» — это уже профессиональное издание, и оно изменилось непросто, оно изменилось даже в толщине на 30%. Почему? Потому что добавился, например, раздел «Работа с ипотекой». Добавился целая большая работа, изменил состав авторов. Теперь не два автора, а четыре соавтора этой книжки и два юриста создали целый раздел «Юридически сложной сделки с недвижимостью», разобрали сложные кейсы и свои работы. Поэтому вот эта книга подойдет тем, кто хочет стать экспертом на рынке недвижимости. Вы их можете купить в виде подарочного издания сразу вместе, так и по отдельности. Переходите по ссылке в описании. Она вот находится здесь, или можете воспользоваться вот этим QR-кодом. Вот нам подходит знакомая и говорит, а что вы запускаете журнал «Высотка», зачем вы это делаете, зачем сидеть в этом? Сейчас же непонятно, что будет. Зачем же сейчас складываться? А какая разница-то? А какая разница, куда мы будем вкладываться? Вот вы пытаетесь ложиться сейчас, например, на депозитах, а я деньги с депозитов вывел. Вообще вывел. И ситуация заключается в том, что вы скажете, как это вывело деньги с депозитов? Такая высокая доходность. А мне как раз и не нравится эта высокая доходность по одной простой причине, что меня куда-то очень высокой доходностью заманивают. И я побаиваюсь, что меня заманивать в какую-то ловушку. Поэтому ситуация заключается в том, что, как говорил Даниэль Канем, он уже ныне покойный, толпа заблуждается. То есть толпа всегда заблуждается. Так вот, ситуация заключается в том, что если у вас толпа вокруг уговаривает подождать, то ждать как раз не нужно. На мой взгляд, как раз нужно сейчас действовать. Как действовать? Исходя из позиции, как мы действовали в 90-е. Я и мои родители понимали, что в эпоху турбулентности, в которую мы вошли в 90-е, действовать нужно тоже, исходя из того, что мы действуем просто каждый день. Если вспомнить, как мы жили в 90-е, никто на завтра, послезавтра ничего там особого не загадывал. Но при этом достаточно счастливо все жили. И по большому счету невозможно сказать, что в 90-е все было так ужасно, как это пытаются показать одни, или так все хорошо, как пытаются показать другие. Но только такая турбулентность для многих 90-х была большой возможностью. Почему? Потому что многие мои знакомые, у кого был стартовый капитал в размере 50 тысяч долларов примерно в 94-м году, к 2000-му году вышли из него с миллионом долларов. То есть ситуация заключается в том, что любая турбулентность дает возможности, в принципе, действующим людям дойти теми или иными способами до серьезного капитала. То в чем основная проблема? Основная проблема в том, что занимать позиции Ждуна уже поздно. То есть мы уже вкатились в какое-то событие, из него, в общем-то, по большому счету мы выкатимся другими людьми. То есть попытка говорить о том, что после окончания специальной военной операции вдруг неожиданно все в России вернется на состояние конца 2021 года, это большое-большое заблуждение. Так же, как и говорить о том, что если вдруг когда-то с Россией снимут санкции, что что-то существенное в мире изменится. Нет, не изменится. Потому что пока с Россией будут снимать санкции, например, пройдет еще много-много десятков лет. И мы можем просто до этого не дожить. Поэтому ситуация, когда люди, например, ездят куда-то, как мой сын взял и ничего не стал ждать и поехал в Японию, это как раз на мой взгляд более лучшая позиция, чем позиция занимать позу Ждуна. Сидеть и ждать, когда кто-то что-то за нас в мире решит. Ничего такого не произойдет. Поэтому моя рекомендация вам такая. Перестаньте чего-то ждать. Начните действовать и действовать с позиции того, что надо это делать в ежедневном режиме. Почему? Потому что с кем не поговорю, я прикрываю бизнес, я пока что-то пережду, сейчас пока ставка высокая, а это и вот так, и так далее. Только нужно понимать одну еще простую вещь. Все конкурентные преимущества мы получаем в тот момент, когда мы на рынке имеем выигрыш по времени. То есть пока все остальные ждут, мы за счет времени уже действуем. Поэтому ситуация заключается в том, что когда у вас сейчас есть желание подождать, нужно самому себе сказать, ждать чего. То есть вы должны просто посмотреть в лицо своим страхом и сказать, а что я жду-то? А зачем я это жду? А зачем я откладываю отпуск на какой-то там дивный период? А не попробовать ли мне, например, сделать шенгенскую визу и не поехать в Европу? А что такого-то? И огромное количество людей продолжает ездить. Или я хочу начать строить дом, а что мне мешает начать сейчас его строить? Вот ситуация заключается в том, что, например, если вы сейчас начнете строить дом, сейчас рекордно низкие цены на строю материалы. Но вы чего-то ждете. То есть ситуация такова, что, в общем-то, по большому счету основная проблема у нас в понимании того, что может быть хуже хорошо, а может быть лучше. Такой же исход тоже может быть. Поэтому попытки гадать на кофейной гуще они для вас приносят только одно разочарование. Разочарование потом и более упущенных моментов. Вот надо было тогда начинать и по большому счету вот эта самая главная картинка из вашей головы должна быть вытряхнута. То есть если вы хотите сейчас начать осваивать новую профессию, начинайте это прямо сейчас. Перестаньте чего-то ждать. Перестаньте ждать исхода одного события, другого и так далее, и третье. Представьте себе опять же ситуацию, когда мы вернемся к тому, что мы знаем о Второй мировой войне. Мои родители родились в общем-то по большому счету тогда, когда моя бабушка и дедушка Второй мировой войну встретили друг друга. Они не откладывали заводить семью. Хотя война была страшная. То есть что мы знаем сейчас? Мы знаем, что сейчас идет самая страшная война в 21 веке на территории Украины. Мы это знаем? Знаем. Мы знаем, что сотни людей на улицах ходят в бесконечности. Знаем и знаем, и видим это каждый день. Но если мы будем забирать, замирать в оцепенении от этого ужаса, лучше нам от этого не будет. Поэтому ситуация, когда сейчас в России начинается вот такое вот опять финансовое замедление, заседание на депозитах и все остальное, на мой взгляд, это худшая ситуация, которая может быть для умных людей. Поэтому я-то обращаюсь к своим подписчикам, а у меня только умные люди. Я вам говорю очень простую вещь. Перестаньте чего-то ждать и начинайте действовать, потому что финансовый паралич не очень хорошая ловушка. Всем пока!